МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа «Законодатели». И сегодня я, Ольга Панова, расскажу, каким получился бюджет республики 2013, для чего встречались ярославские и чувашские парламентарии, а также какая Чебоксарская улица может сменить название. Итак, начнем. По традиции, конец года, очень напряженная парламентская пора. Фактически решается, на что будет тратиться республика в предстоящем году и на чем экономить. Ноябрь-декабрь, время принятия бюджета региона. На днях финансовый документ предстоящего трехлетия был принят во втором чтении. Доходная часть бюджета 2013 года составит чуть менее 30 миллиардов рублей. В сравнении с первоначальными показателями 2012-го рост около 13 процентов. Расходы республиканской казны вырастут на те же 12-13 процентов и составят около 31 миллиарда. В будущем году планируется существенное снижение дефицита республиканской казны с более чем 4 миллиардов в 2012-м до миллиарда с копейками в 2013-м. Дотационный бюджет по-прежнему рассчитывает на федеральную помощь. Однако в проект заложен рост собственных доходов. Пятидесяти процентная прибавка ожидается по всем основным экономическим показателям. Валовому региональному продукту, индексу промышленного производства и потребительских цен, темпа оборота розничной торговли и, конечно, фонда оплаты труда. Повышение заработной платы бюджетников стало одной из самых популярных тем при принятии главного финансового документа. Заработная плата нянь в размере минимальной оплаты труда. Как говорили, что санитарки получают в больницах минимальный размер оплаты труда, что заработная плата воспитателей мизерная, что начинающий учитель получает мизерную сегодня заработную плату и поэтому не идет на работу в школу. Как мы говорили, три года говорим об очистных сооружениях в селе Октябрьско-Марпасадского района, откуда зависят все инфраструктуры, то есть работа предприятий, малых, средних предприятий и так далее. Таги, они остаются безнимая. И самое страшное, вот с моей точки зрения, коррупционный элемент заложен здесь. Вот сам процесс прохождения бюджетных заявок, он никем сегодня не контролируется. И мы даже депутату Государственного Совета не знаем, какое министерство, какое ведомство, какая бюджетная заявка поступила, например. Что думаете, что проблемы детских садиков могут решить муниципалитеты? Ничего подобного. Если сегодня по республике, по официальным данным правительства, более 16 тысяч детей стоят в очереди на получении мест в детских садах, и мы сегодня решаем в году по полторы-две тысячи вот этих нуждающихся проблем, нуждающихся, то вот представьте себе, мы никогда эти вопросы не решим теми темпами, которые у нас сегодня проходят. Министр финансов успокоил, рост будет, и привел конкретный пример из медицины. Ожидаемая средняя заработная плата врачей в 2013 году 26 721 рубль, рост 17%. Средний медперсонал будет получать 15 441 рубль, рост 16%. Заработная плата младшего медперсонала с увеличением в 18% составит около 8 тысяч рублей. Подчеркнем, цифра средняя по отрасли в регионе. Я со всеми соглашусь, что это, наверное, и не наверное, а недостаточно. Но еще раз хочу сказать, что очень последовательно 2011 год, 2012 год, и увеличение, еще раз обращаю внимание, не на 1, 2, 5%, а идет счет на десятки процентов. И сегодня первостатейная задача и статья, которая закладывается в бюджет, это повышение заработной платы бюджетников. Верстать бюджет 2013 года в республике начали еще в июле. Минфин проанализировал сотни заявок, прежде чем главный финансовый документ Чуваши обрел реальные черты. Далее документ согласовывался кабинетом министров, в него вчитывались парламентарии, свое видение бюджета предлагала общественность. Рассмотрены все поступившие поправки и приложения. Всего поступило 6 поправок и одно приложение. В результате проведенных 8 ноября публичных слушаний по законопроекту о республиканском бюджете на очередной год и плановый период заслушивания председателя Республиканской Организации Общества Слепых профильным комитетом поддержано изменение отдельных положений законопроекта. В частности, вносится изменение в пункт 1 статьи 19 законопроекта. Из республиканского бюджета предоставляются субсидии на возмещение расходов работодателю, связанных с реализацией мероприятий по сохранению рабочих мест для инвалидов. Другие три поправки тоже внесены. Внесенные главой Чувашской республики и поддержанным комитетом касаются предоставления субсидий из республиканского бюджета некоммерческому партнерству управляющей компанией инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской республики. Второе. Замена позиции республиканская целевая программа охраны лесов от пожаров на 2011-2015 годов на позицию республиканская целевая программа развития лесного хозяйства Чувашской республики на 2012-2020 годы. Робкую попытку перетянуть одеяло на себя предприняла администрация города Чебоксары. Алексей Ладоков запросил увеличение доходного потенциала бюджета города Чебоксары на 2013 год за счет установления дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц. Сегодня только 28% НДФЛ, отчисляемого в Чебоксарах, остается в городской казне. Столичным властям такая ставка кажется несправедливой, и они предложили ее увеличить еще на 20 пунктов. По расчетам города это позволит пополнить бюджет Чебоксар на 719 миллионов рублей. Мы все четко понимаем, что город Чебоксар сегодня, даже не сегодня, а еще и прошлые годы, не дофинансировался в полном объеме. За счет города Чебоксары, источников его доходов, содержатся многие районы. Посмотрите, вот хороший пример, Казань. Как развивается город. Можно позавидовать. Да, много федеральных денег там, но еще и много своих местных средств, которые направляются, заработанные самим городом. У нас сегодня город Чебоксар, извините, топчется на месте. Многие здесь предприниматели, многие здесь руководители крупных предприятий. Я думаю, что когда вы формируете бюджет своего предприятия, я думаю, что вряд ли вы только затыкаете дыры. Вы думаете о каком-то экономическом развитии, о том, чтобы идти всегда вперед, ставите перед собой новые цели. Любая даже домохозяйка дома более эффективно думает, как израсходовать ту или иную копейку для того, чтобы достигнуть наилучшего результата. И я не буду сегодня ни политизировать, ни говорить, что вот завтра поднимать флаг ЛДПР, кричать, это мы только предлагаем. Нет, это здравый смысл предлагает. Понимаете, я сегодня не хочу политизировать здесь. Я хочу сегодня, чтобы все депутаты поняли, что мы должны с вами поощрять то поселение, которое зарабатывает деньги. Если идет в городе Чебоксары нехватка, да, многие говорят, вот, у них постоянный бюджет профицитный, да, конечно, они просто вперед не залазят, не залазит в дефицит. Они живут с профицитом. Поправка Алексея Ладыкова комитетом госсовета была поддержана. Однако кабинет министров выступил против. Согласно закону о бюджетных правоотношениях, в случае разногласий между профильным комитетом и кабмином вопрос решается согласительной комиссией. 26 ноября решением комиссии поправка Алексея Ладыкова была отклонена. Михаил Ноздряков призвал город в погоне за ставкой НДФЛ не забывать о немалых инвестициях, которые вкладываются в его инфраструктуру. Только в текущем году в Чебоксары было вложено более 2,5 миллиардов рублей. Мы сегодня много говорили о поправке главы города Чебоксары Олега Алексеевича Ладыкова. Ну, в принципе, поправка, наверное, правильная. Но здесь, в этой ситуации, в общем-то, сам по себе, сам процесс, он пошел неверно. Необходимо было сначала, наверное, внести все-таки изменения закон о бюджетных правоотношениях, а в последующем уже эта поправка бы, она по-другому рассматривалась. Но дело в том, что здесь вот телегу хотят пустить перед лошади. Здесь просто сам по себе процесс принятия бюджета пошел неверно. Множество, если не претензий, то пожеланий к бюджету озвучили депутаты в процессе его принятия. К примеру, некоторые представители сельскохозяйственной отрасли призывали не заниматься аэрозольной поддержкой села, раздавая помощь всем без разбора, а выбирать только эффективных. Оппозиция и вовсе называла бюджет полуфабрикатом, цифры в нем нарисованными, сомневалась в эффективности бюджетных трат и предлагала бросить силы на строительство детских садов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Каждый раз по принятию бюджета вот эти наши дебаты проходят односторонне. Все говорим, все время говорим и говорим, там добавят зарплаты, добавят друзья. Но давайте все-таки посмотрим и говорим. Если вы говорите, там прибавить зарплату, тогда скажите, откуда его отнять? Договорились? Все мы понимаем. Но никто не выступает в среды трибуны, чтобы увеличить экономику, прибавить производство. Там надо сделать, вложить туда. За счет чего вложить, тоже говорите. Вот сколько сижу, сколько, вот слушаю вас, ребята, вы постоянно лекторы здесь, да, и выступаете. Все говорите, прибавить. Ну, говорите тогда, за счет чего это надо делать? Согласен, зарплата маленькая, садиков не хватает. Тогда давайте будем говорить. Перестанем школу строить, ремонтируем, садик и будем делать. Дайте тогда экономику, как поднимать. Дайте ваши бизнес-проекты, за счет чего эти деньги зарабатывает бюджет Чувасской республики. Действительно, во всех отношениях сбалансировано, и при этом мы прекрасно понимаем, что это первовичное рассмотрение бюджета, потому что, как правило, в течение будущего года мы принимаем неоднократно уточнение бюджета и, соответственно, увеличим как расходную часть бюджета, так и доходную часть бюджета. При этом хочу сказать, что с каждым годом вот у нас составляющая социальной направленности увеличивается, и это означает, что мы, прежде всего, можем больше финансировать здравоохранение, больше финансировать образование, проводить культурные мероприятия, и это радует. Я думаю, что вот такая направленность, она будет доминировать и последующие годы, не только 13-й год, но и 14-й, 15-й годы. И что мне отрадно отметить, о том, что определенная часть бюджета это милиционная программа. Мы прекрасно понимаем, что если есть инвестиции в производство, в основной капитал, то это, соответственно, налоговая составляющая, повышение налоговой базы предприятий Чувашской республики, соответственно, возможности более рачительного использования и при расходовании этих средств в дальнейшем. Мне отрадно сказать о том, что на будущий год благодаря инвестиционным программам как минимум у нас запускается два крупнейших производственных предприятия. Это Красноармейский завод строительных материалов, построен по современнейшим технологиям по производству строительных материалов. В Ядрине молочный завод с объемом переработки молока 200 тонн в день. И также зная, что это составляющее, это, опять-таки, очень современное оборудование, позволяющее производить не только грубую переработку молока, но и выпускать достаточно высокого ассортимента продукцию. Это и йогурт, это и сметана, это и творожные продукты. Я надеюсь, что такие предприятия у нас будут появляться в каждом году все больше и больше. Ну и, соответственно, скажется на объемных показателях или же на налогопоступлении бюджет. С точки зрения документа бюджет хороший. Он сбалансирован, он красивый, он сверстен хорошо. Но с точки зрения удовлетворения всех потребностей, я считаю, что бюджет, он как раз недоработан в этом плане. Потому что мы видим явно, скажем так, заниженные цифры по статье национальной экономики относительно тех параметров, которые мы имеем на текущий год, даже в части республиканских средств. И, конечно же, это не очень хороший сигнал для экономики, для бизнеса. И это настораживает. Потому что все те программы нормативные и программы социально-экономическое развитие до 2020 года, эти нормативные акты, которые принимает глава российского государства и глава Чувашьей республики, нацелены на ускоренное развитие экономики как базовую составляющую социальной обеспеченности населения и повышения качества жизни населения. И, конечно, здесь хотелось бы видеть более амбициозный бюджет. Здесь, может быть, не надо бояться и смело идти на дефицит бюджета, потому что он в предлагаемом документе минимален. И я думаю, что, повысив его примерно даже на два раза, можно было бы достичь тех параметров, которые заложены в этом году и утверждены уже для субъектов хозяйственной деятельности. И тем самым показать, что власти республики населены на дальнейшее поступательное развитие и поддержку, прежде всего, хозяйственных субъектов для того, чтобы обеспечивать добавочную стоимость завтра, послезавтра и на дальнейшее поколение. В прошлой программе мы рассказывали о визите наших депутатов в Ярославль. Напомню, тогда парламентарии посетили культурно-просветительный центр имени Валентины Терешковой. Проще говоря, планетарий. Сооружений подобного уровня в стране всего два. Собственно, в Ярославле и в Москве. Теперь такой объект появится и в Чувашии. С местом определились, проект тоже готов. На днях его презентовали депутатам Ярославской областной думы, которые посетили Чувашию с ответным визитом. Вниманию гостей проектировщики представили не только проект, на котором республика решила остановиться, но и варианты, выбывшие еще до финала. За право занять площадку в детском парке имени космонавта Андреяна Николаева боролись как строгие минималистичные проекты, так и поражающие воображение цветом и формой макеты будущего. В результате оказалось, что вкусы чувашских ярославских парламентариев, о главной дочери космонавта номер три и первой женщины-космонавта Алены Николаевой Терешковой совпали. Очень интересные проекты представили сегодня. Мне очень понравился проект под номером два, потому что он наиболее гармонично вписывается и в сам парк, и, наверное, наибольше соответствует тем темам, которые будут обозначены в планетарии, для чего он будет существовать. И очень отрадно, что сегодня двум таким исторически связанным регионам, как Чувашская республика и Ярославская область возобновлено сотрудничество. Это очень приятно и очень символично. Теперь отобранный проект планируется представить на суд Валентины Терешковой. Спикер Государственного совета Чуваши Юрий Попов подчеркнул, что одобрение Валентины Владимировны для республики принципиально. Любопытный факт. Валентина Терешкова до избрания в Государственную Думу России работала заместителем председателя Виктора Рогоцкого в Ярославской областной думе. Алена Андреяновна вызвалась консультировать проектировщиков. По ее мнению, в Чебоксарском планетарии нужно учесть и исправить все ошибки, которые были допущены в Ярославском. К примеру, необходимо по максимуму насыдить будущий объект учебными классами. В Ярославле их сейчас не хватает. Помимо появления самого планетария, до неузнаваемости свой облик должен изменить и детский парк. Это существенная деталь проекта. Современное состояние, нужно признать, желает быть лучшим. Зонирование парка несколько случайное. Благоустройство, покрытие, элементы малых форм требуют реконструкции. Входная группа устарела. Нет ощущений единого комплекса детского парка. Недостаточно световое и музыкальное сопровождение. Нет идеологического направления детского парка, подтверждающего его название. Как парк космонавта Андрея Григорьевича Николаева. Только на входной части там где-то есть такой вот как бы акцент. Вот проектировщики, вдохновленные возможностью комплексной реконструкции парка и строительства в нем планетарии, выслушали все предложения комиссии и администрации детского парка и с удовольствием поучаствовали в этой работе. К делу проектировщик, судя по всему, действительно подошел творчески. Фантазия авторов покинула пределы детского парка и в результате сформулировала перед городскими и республиканскими властями неожиданную идею. Переименовать часть улицы Энгельса в улицу Валентины Терешковой, которая пересечет улицы Юрия Гагарина и Андрияна Николаева. Тему улиц и наименований подхватил Виктор Рогодский. Он, с сожалению, отметил, что только недавно узнал о существовании в Чебоксарах улицы Ярославской. В Ярославле улицы в честь Чебоксара, речу вашей нет. Этот, цитирую, грех председатель Ярославской областной думы обещал исправить. Вне сомнения, это историческая метка, которую мы вносим в наши отношения еще раз, понимаете, чтобы человек шел по Чебоксарской улице и знал, что есть такая столица, есть такая республика, есть прекрасный человек, который ее представляет, это Андриан Григорьевич Николаев, а жители и я по Ярославской улице, конечно, думаю о Ярославле. Ведь заинтересован, что почему Ярославль, а соль по Ярославль. А Ярославль, потому что это наши друзья, это Валентина Владимировна Терешкова, это Космос, это Волга, которая нас объединяет. Поэтому обязательно это надо делать. Это не просто так, потому что это не игрушки, это серьезный исторический, я бы сказал, акт. И мы обязательно и постигла. Парламентарии с радостью перечисляли, какие факты и факторы роднят два региона. Это и Космос, и география. Две столицы стоят на Волге. Экономика. Регионы имеют схожую численность, приблизительно равные бюджеты, родственны по уровню промышленного потенциала. Но теперь Чувашию и Ярославию связывают еще и зарегистрированные межпарламентские отношения. Два законодательных органа подписали соглашение о сотрудничестве. Мы парламентарии, я вот говорил, да, и нам важно, конечно, все вопросы важны. Ну, в первую очередь, конечно, межпарламент святого отчества. В первую очередь, вопрос местного самоправления. Вот здесь мы когда обсуждали некоторые вопросы в Ярославле, и мы здесь нашли точки созвисновения. У нас примерно одинаково, что городских округов. Ну, у нас немножко больше сельских населенных, пунктов у вас поменьше. Но, тем не менее, вот эта проблема, она есть и у вас, она есть и у нас. Но вот нам понравилось, как она определенным образом решается развитие территории. У вас более динамично развивается. Вот Николай Алексеевич Александрович выступал, говорил, что и по медицинскому обслуживанию, по просвещению, по некоторым вопросам, по дорогам, по газификации. Понимаете, вот мы здесь от вас отстаем, вот мы здесь будем брать с наших друзей пример в этом вопросе. По статистике, только 4% законодательных инициатив, поступающих от регионов, проходят на высшем законодательном уровне страны все этапы рассмотрения и ложатся на подпись к президенту в виде федеральных законов. Законодатели уверены, чем выше у инициативы одного региона поддержка со стороны других парламентов страны, тем больше вероятность, что голос народных избранников из глубинки будет услышан в Москве. Исторически предписано Ярославии и Чувашии идти рука об руку. Действительно есть чем делиться и тяжелая и легкая промышленность развита в ваших регионах, и сельское хозяйство, и новые технологии, которые развиваются в связи с веянием времени. Чему учиться, перенимать опыт. Это всегда полезно, всегда очень хорошо. Подписание соглашения принесет новый виток в отношении между двумя замечательными регионами. Еще, вы знаете, немаловажно, даже имеется какое-то такое вот значение, может быть, историческое, да, но и соглашение подписывается в год 50-летия полета моего отца и накануне 50-летия полета моей мамы Валентины Владимировны Терешковой. Это очень, очень символично. Помимо космического родства и сотрудничества в законодательной сфере, Чувашии может пригодиться опыт ярославцев в проведении масштабных юбилейных торжеств. В 2010-м Ярославль отпраздновал свое тысячелетие. У нас тоже впереди такие планы. В 19-м и 20-х годах также предстоит важные юбилейные даты. И нам, наверное, есть, что принять именно по подготовке к этим праздникам опыт от ярославцев. На самом деле, прекрасный такой красивый город. Мы были в восторге от города Ярославля. И мы надеемся, к юбилеям нашим мы тоже не хуже вашего города приведем в порядок. В ходе визита в Чувашию ярославские парламентарии посетили мемориальный комплекс в селе Шоршало. Гости возложили цветы на могилу легенды чувашской земли Андриана Николаева. Посетили музей, поразивший парламентариев обилием экспонатов с подлинной звездной историей. А на аллее почетных гостей Виктор Рогоцкий от имени всей Ярославской облдумы высадил молодую тую в знак уважения к Чувашии и вечной дружбы между регионами. Юрий Алексеевич, в рамках сегодняшней встречи было подписано соглашение между Государственным советом Чувашии и Ярославской областной думой. Вот расскажите, какие перспективы, какие горизонты между нашими регионами открывает этот документ? Те законопроекты, которые мы выходим на федеральный уровень, если мы только один регион будем выходить, нам очень тяжело проталкивать и провести через федеральные законодательные органы. Поэтому нам нужны коллеги, партнеры, с которыми мы можем смело выходить. Вот у нас пример очень хороший, когда ассоциации привозка федерального округа с законодателями. Это хорошо, но когда есть соседний регион, другой федеральный округ, это нам намного легче будет свои вопросы решать. Поэтому вот это соглашение, оно нужно. И тем более мы уже как-то начинаем выходить за пределами из своего привозка федерального округа. Сегодня был гостям презентован проект «Планетария», который в ближайшем будущем должен появиться в столице республики, в Чебоксарах. Как вы оцениваете этот проект? Общего у нас с ярославцами и Чебоксарской республики очень много. Это и Волга у нас общая, мы на берегу Волги, они на берегу Волги. И тем более такие легенды космоса, это Валентина Терешкова и Андреан Григорьевич Николаев, это нас связывает, и мы должны друг друга поддерживать и помогать. Те идеи, которые возникли, конечно, это хорошая идея. Тем более я уже говорил, что идею подала нас дочка космонавта. Я очень уважаю, люблю, что она вот так ценит своего отца, и инициатива от нее выходила. Поэтому мы, уважая своего героя, тоже должны какой-то памятник поставить. Именно тот, наподобие Ярославия, который планетарий есть у них, мы ездили туда, смотрели. Ну, у нас он должен быть лучше и красивее. В этом, мы уверены, нам помогут именно ярославцы и поделиться своим опытом. Ну вот на основе того проекта, который сегодня вы увидели, что именно у нас лучше? Ну, немножечко сравните. Ну, что именно лучше? Он по объему побольше. Вот те, которые, недостатки там у них есть, уже нам они предсказали. Алена и Валентина Владимировна тоже. Они будут курировать, изучать наш проект. Они будут подсказывать. Тем более же мы же его готовим для наших детей, подрастающих поколений. Они на своем опыте поделятся и нам объяснят, рассказывают. И нам будет легче вот этот проект исполнить в деле. По какому принципу было выбрано место, на котором появится планетарий? Ну, место мы по приезду оттуда выехали. Именно парк имени Николаева. Тем более, вот когда мы смотрели, парки уже где-то лет 25-30 никаких вложений не было. И когда увидели, там такие свободные места есть. И тем более это детский парк и планетарий у нас для детей. Ну, не только для детей, для взрослых это интересно. И улица Николаева, там чуть ниже улица Ярославского. Вот это все связывает в одну такую связку. И очень прекрасный, я думаю, комплекс будет там. Проектировщикам было предложено переименовать часть улицы Энгельса в улицу имени Валентины Владимировны Терешковой. И вы, как законодатель, готовы поддержать эту идею и этот проект? Конечно, у нас, если космическая семья она была, и учитывая, что плоды космической семьи есть такая прекрасная дочка Алена Андреяновна, уважая Валентину Владимировну как первого космонавта, женщину в мире, эту инициативу я с двумя руками готов поддерживать. Это хороший пример. Тем более, наши коллеги ярославцы тоже такое предложение дали, что они какую-то улицу переименовать будут именно на Чуваскила, там или в честь Чебоксары, или вообще улицы в честь Чуваски. Это нам приятно. От этого и начинается у нас дружба. Тем более, и у нас в Госсовете, и у них в областной думе очень много таких предпринимателей, не только у нас космическая связь, законодательная работа, но и должны мы какую-то экономическую начать, чтобы наши предприниматели открыли дорогу друг к другу. 4 декабря Государственный совет Чувашии 5-го созыва отметит свой первый день рождения. Год назад в этот день состоялись парламентские выборы. Чем запомнился этот год и что удалось делать? Об этом в следующем выпуске «Законодателей». А на сегодня я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова